Есть ли перерождение? Если оно есть, то что переносит человека от одного рождения к другому? Чтобы понять это, вам нужно получить некоторое представление о механике того, кто вы есть. Я говорю о механике того, как устроен человек. Когда вы говорите «я человек», самая внешняя периферия человека — это физическое тело. В йоге мы рассматриваем все как тело, потому что вам легче понять это таким образом. Итак, мы видим тело как пять измерений или пять оболочек. Физическое тело известно как Анна Майкоша. Анна Майкоша означает… Анна означает еда. Это тело еды. Следующее тело называется Манно Майкоша, что означает ментальное тело. Третье. Называется Прана Майкоша, что означает энергетическое тело. Физическое тело, ментальное тело, энергетическое тело. Все эти три измерения являются материальными. Это материальное существование. Физическое тело очень грубое. Ментальное тело тоньше, энергетическое тело еще тоньше. Но все эти три тела материальные. Это все равно, что лампочка материальна. Вы можете это видеть. Электричество, которое ее питает, также является материальным. Не так ли? Провод, который их соединяет, также материален. Электроны, которые идут через провод, также являются материальным существованием. Подобным образом, физическое тело, ментальное тело, праническое тело — все это материальные измерения жизни. Это материальное измерение жизни во всех этих трех измерениях несет в себе отпечатки кармы. Они запечатлены в теле, в уме и в энергии. Этот кармический отпечаток или кармическая структура — это то, что удерживает их вместе. Карма — это цемент, который удерживает вас в физическом теле. Карма — это рабство. Но в то же время, только из-за кармы вы можете удерживаться в теле и быть здесь. Вот где духовность кажется сложной. Потому что если вы попытаетесь убрать карму, это не будет работать. Если попытаетесь добавить, это не будет работать. Вы просто должны быть там. Если вы просто там, все может произойти в одно мгновение. Следующие два измерения называются Вигнана Майкоша и Ананда Майкоша. Вигнана Майкоша не является материальным, но оно связано с материальным. Это как переходное состояние. Ананда Майкоша совершенно нематериально. Вигнана Майкоша, Ананда Майкоша означает, что это тело блаженства. Внутри есть тело блаженства, которое на сто процентов нематериально. У него нет собственной формы. Только если энергетическое тело, ментальное тело и физическое тело имеют форму, они могут поддерживать форму тела блаженства. Если убрать все это, то тело блаженства станет просто частью космоса. Поэтому то, что вы называете атманом или душой, на самом деле фикция. В том смысле, что люди описывают определенное ограничение нематериального, как душу. Но тело для души — это все равно ваша карма. Если кармическая структура полностью разрушена, души нет. Все сливается со всем остальным. То, что называется махасамадхи или махапара нирвана — это просто процесс, когда вы постепенно понимаете, где находятся ключи, и разрушаете кармическую структуру так, что вы по-настоящему перестаете существовать. Когда кто-то умирает, мы говорим, что этого человека больше нет. Это неправда. Он больше не такой, каким вы его знали, но он очень даже существует. Если вы разрушите свою кармическую структуру на сто процентов, то вы сольетесь существованием. Это то, что называется мукти — махасамадхи. В индийской традиции это называется мукти. В югической традиции это называется махасамадхи. В буддистском пути это называется махапара нирвана. На английском языке мы обычно называем это освобождением. Освобождение значит стать свободным от самого процесса жизни, от рождения и смерти. Освобождение значит стать свободным от базовых структур тела и ума. И для всего этого кармическая структура — это нити, которые удерживают все это. Поэтому, когда человек умирает, очевидно, что физическое тело — это то, что вы позаимствовали у Земли. Это тело просто Земля, не так ли? Понимаете? Это физическое тело — просто кусок Земли, который сейчас прыгает повсюду. Но вы должны отдать его обратно, вплоть до последнего атома. Процентов с вас не попросят, но вы должны будете вернуть каждый атом, взятый взаймы у Земли. Вам не разрешат забрать даже один атом с этой планеты. Это еще никому не удалось. Физическое тело развалится. Ментальное тело и праническое тело, в зависимости от силы вашей кармы, будут продолжать существование. Если кармическая структура очень интенсивна, она не закончила свой путь, тогда она должна его закончить. Если карма стала слабой, потому что она прошла свой путь, тогда она очень легко находит другое тело. Если нужно найти другое тело, интенсивность этой структуры должна снизиться, она должна стать пассивной. Если существование очень интенсивное, оно не сможет найти тело, ему придется просто висеть. Это то, что вы называете призраком. Кто-то мертв. Его кармическая структура все еще интенсивна, потому что она еще не закончила свой текущий путь. Тогда ему нужно гораздо больше времени, чтобы найти другое тело. Он все еще существует. И чем интенсивнее его кармическая структура, тем более видимым он становится, или более доступным для восприятия людей. Вокруг вас бесчисленное множество таких существ. Знаете вы это или нет? Но большинство из них вы не почувствуете, потому что их карма растворена. Они просто ждут еще большего растворения, прежде чем найдут другое тело. Но если их карма очень интенсивна, вот почему в традиции говорят, что если кто-то умирает неестественной смертью, в результате самоубийства, аварии или каким-то другим способом, они станут призраками. Это не так. Все становятся призраками. Просто их проще ощутить. Они более доступны для вашего восприятия, потому что у них более интенсивные кармические структуры. Так что люди могут испытывать их немного больше, чем других, которые умирают от старости. Если человек завершит свою отведенную карму для этой жизни, он умрет просто. Без болезней, без происшествий, без травм. Когда кто-то умирает просто, он может найти другое тело в течение нескольких часов. Вот почему в этой традиции всегда говорили, что если кто-то заканчивает свою жизнь и умирает спокойно, это лучший способ умереть, потому что ему не нужно висеть между смертью и рождением. Это происходит немедленно. Когда вы идете по духовному пути, конечная цель любого духовного искателя – навсегда прервать весь этот процесс. Иначе говоря, если использовать аналогию, мы можем сказать, что то, что вы сейчас называете своей душой, подобно мыльному пузырю. Внешняя периферия пузыря – ваша кармическая структура. Внутри – воздух. Предположим, вы проткнули пузырь, вы лопнули пузырь. Где воздух? Где ваш воздух? Вашего воздуха не существует. Это стало частью всего. Так что то, что вы называете душой – это вымысел. Потому что нет вашей души, нет моей души, нет чужой души. Сейчас эта неограниченность содержится в ограниченной кармической структуре. Поэтому она заставляет вас верить, будто это отдельная сущность. Если вы уберете ключи, которые удерживают кармическую структуру, тогда она просто разрушится. Итак, все эти разговоры о жизни после смерти, перерождении – не верьте всей этой чепухе. Но прямо сейчас, если сидя здесь, вы просто закроете глаза, вы сможете ясно увидеть, что вы больше, чем это тело, не так ли? Ясно. 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 Ясно.